МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Многие помнят, как несколько лет назад столичный мэр, тогда это был Юрий Лужков, рассказал о странных существах, которые водятся в московском подземелье. Его слова мало кто воспринял всерьез. Между тем, диггеры видели гигантских крыс, которые полчищами перемещаются по заброшенным тоннелям, и мутировавших насекомых. Очевидцы утверждают, что находили полуметровую скалопендру, огромную уховертку и других мутантов. Но все эти истории отвлекают внимание от другой возможной сенсации. Наша столица, того и гляди, сама окажется под землей. 24 мая 2013 года рабочий день тысяч москвичей начался с экстренной эвакуации. В центре и на северо-востоке столицы дома буквально заходили ходуном. Лифты встали на аварийную автоблокировку. Около 10 часов утра до Москвы докатилась сейсмическая волна за 6 тысяч километров из Охотского моря. Очень глубокое и очень сильное землетрясение в Охотском море произошло. И за какие-то там 10 минут примерно дошла эта волна до Москвы. Сотрудники аварийных служб как могли успокаивали горожан. Но слухи о том, что Москва уходит под землю, стали раскачивать общество не хуже сейсмической волны из Охотского моря. Так что же на самом деле происходит под городом на семи холмах? Чего или кого из недр земли нам стоит опасаться? Город Москва очень сложный город. Это не есть город, который стоит на земной поверхности. Это есть город, который наверху и внизу. Подземная Москва – это один большой слоёный пирог. Это множество уровней, в том числе дренажной сети, метрополитена, коммуникаций. Описать одним словом – это сложно сказать, потому что даже самих карт поднять не удаётся у служб, которые этими занимаются. Очень большая часть. Заброшенных даже сетей, которых уже давно забыли. История Москвы подземной насчитывает столько же лет, сколько и история верхнего города. Конечно, самое большое количество невидимых сооружений разных веков сосредоточено под Кремлём и Лубянкой. Подземные ходы были везде. Они представляют действительно такой реальный интерес, потому что они говорят о том, что уже где-то в 17-м, в начале 18-го века существовала какая-то подземная Москва, но сегодня трудно ответить только на один вопрос. Была ли это общая система? Или это были отдельные ходы, которые, ну, иногда, если они были в одной местности, как-то пересекались друг с другом? Цари, дворяне, купцы, которые жили здесь, всегда продумывали пути своего отступления в случае смены власти в стране. Вот и даже есть целый ряд историй, которые случались в 60-е годы, когда, допустим, на Никитской, тогда на улице Герцена, бульдозер провалился, провалился одним колесом, то есть одной гусеницей, и, в общем, его вытаскивали. Там оказался подземный ход. На что можно наткнуться? Разрыв новый котлован? Или куда можно случайно вбить сваю? Никто предугадать не может. Только в центре Москвы, по оценкам специалистов, есть несколько десятков заброшенных подземелий и коллекторов. В Москве всегда были провалы, всегда были обрушения. Всегда. И неважно, с чем это было связано, с техногенными проблемами, коммуникациями или всё-таки с природными какими-то явлениями, подмывами, там, карстовыми воронками и тому подобное. Всё-таки точечные провалы, они будут всегда, и никто не может сказать точно, что может именно провалиться. Столица росла и ширилась веками. Строители подземелий уносили тайны и карты своих сооружений с собой в могилу. И освоение столицы вглубь каждый раз начиналось заново. Здесь есть несколько крох в Москве. Один крох ограничен китайской стеной. Это древняя часть города. Второй крох ограничен, значит, бульварным концом. Это следующая по возрасту площадь. Следующая ограничена садовым кольцом. Это ещё моложе. И следующий, третьим кольцом, МКАД. Московские подземелья – это разнообразная канализация, причём нескольких разных эпох по разным технологиям. Это всякие подземные ходы и тайники. Подземное пространство спальных районов Москвы представляет собой заброшенную сеть бомбоубежищ. Советская власть в буквальном смысле закопала остатки некогда мощного военно-промышленного комплекса. Существует предположение, что под Номарватом существует такой большой и длинный тоннель, по которому может действовать разорвание. Существует большая вероятность, что кое-что вполне может до сих пор функционировать где-то на глубине. По крайней мере, похожие объекты регулярно попадаются специалистам независимого центра подземных исследований. В районе Волжского бульвара, районе Черкизовской заброшенные бомбоубежища типа А-100. Это огромные подземные паркинги, совмещенные с бомбоубежищем. В общем, так далее. Это переходы с подземных сооружений, такие подмостки своеобразные. И как раз ситуация там была плачевана. По данным российской газеты, только в 2008 году в столице зафиксировано пять провалов грунта. Интернет пестрит картами опасных мест Москвы, составленными геологами-любителями. Под Москвой проходят закованные в бетон реки. Специалисты называют этот факт основной причиной осадки и провалов. Полностью изолировать подземные русла не удается. Вода постепенно вымывает грунт под столичными дорогами и тротуарами. Река Неглинка. У нее, значит, название улицы есть, Неглинная. Но там была река. Сейчас вы этой реки не найдете. И таких галерей очень много в Москве. В 30-е годы прошлого века академик Иван Губкин искал в недрах московской земли нефть. Как это иногда бывает с учеными, искал одно, а нашел совсем другое. При бурении обнаружилась соленая вода. Ученый предположил, что это часть моря, которая в свое время покрывала Среднерусскую равнину. По данным геологов, основная его часть располагается в пределах Московской кольцевой. В некоторых местах центральной части столицы толщина слоя, отделяющая нас от подземного моря, всего 300 метров. Косвенные признаки существования древнего подземного моря находят те, кто часто бывает под землей. В подземных этих коммуникациях очень много уровней. То есть есть какие-то вообще там карстовые отложения. Вот один из уровней, то ли восьмой, то ли десятый. Это и есть как раз вот это вот Московское море в карстовых падинах. Вот. Я думаю, что это да, это такие обширные, может быть, подземные водоемы. Естественно, что там своя и микрофлора, там уже и мутанты, чего там только нет. Большой театр. Один из символов столицы. А что под ним? В апреле 2010 года тогдашний московский градоначальник Юрий Лужков выяснил это лично и испытал настоящий шок. Во время осмотра подземных коммуникаций мэр встретил удивительных тараканов. Они белого цвета, потому что там темно и не хотят, чтобы до них человек дотрагивался руками. Я пробовал это, но они сразу прыгают в воду. Они очень хорошие пловцы. Из интервью Юрия Лужкова. Подземные обитатели обычно гораздо крупнее своих сородичей на поверхности. Это реликтовая форма жизни, но это гораздо глубже. Это в так называемых протосилурийских морях, в глубинах, где остались ювенильные воды, в неких полостях. Я думаю, что там что-то из Мезозойской или другой эры должно, не может, не существовать, потому что куски таких реликтов выбрасывают иногда в коммуникации мировые или в океан. Некая подземная цивилизация или подземный мир еще существует. Из-за грязных сливов мутации их ДНК происходят стремительно. Например, у рыбы может поменяться окрас жабр, цвет глаз и чешуи. Мы шли просто по коллектору туда дальше вперед, уже подходили как раз в район печатники и что-то нас просто сбило с ног, притом нашло пять человек, просто обвивало ноги и резко дернуло. Мы просто все попадали вот, ну какое там бревно, там скажем, или еще что-то, ну просто быть не может, смешно, потому что чувствую, что-то живое, которое просто обвивало нас, то есть хотел нас оплыть. Что примечательно, рыбаки, которые часто бывают на прудах-отстойниках, в столичных печатниках, к встречам с мутантами привыкли. Постоянно рыбачат и тень видят на воде, выплывало что-то большое из коллектора, они стреляли по нему из пневматического пистолета, оно тихо опять спустилось к Илу и опять ушло в коллектор. Интересно то, что утки жили там, скажем, два-три года под землей, выплывая иногда, да и у них стерлись перья, как иголочки были, вот мы их выловили, два отсели из них, утку поймали прямо, они питались рыбами слепыми и постоянно там жили и выводка не дали, но это два экземпляра было. Такое сумасшедшее среди животных бывает иногда, они становятся сумасшедшими по непонятной причине уходят под землю те существа, не являющиеся подземными, и мы их там встречаем. Царство грибов также имеет под землей своих гигантских представителей. Грибы растут под землей, тоже довольно много, напоминающие уши слона, иногда бывает растут мозговики в коллекторах так называемые, они вырастают на пол коллектора, если их вода не сбивает, они достигают такого размера. А в самых глубоких коллекторах обитают очень ядовитые грибы, которые светятся в темноте. Ну, грибы крупные, это вот шары практически, которые слабо филилисцируют, и даже ты когда подходишь к ним, видно, они что-то излучают, какое-то альфа-излучение может быть, потому что начинает кружиться голова. В конце 80-х годов прошлого века центральные российские газеты напечатали серию статей о гигантских крысах в московских подземельях. Деггер Вадим Михайлов непосредственный очевидец этих историй с участием метро-крыс. Именно так их окрестила пресса. Он потом еще несколько раз появлялся, этот экземпляр крыс, вот, когда уже спустились, там только был труп, один вот оставшийся от погибшей крысы. Он был попал в неизвестные руки, в неизвестную лабораторию, потому что к нам больше не обращались. По одной из версий, огромные крысы в московских подземельях появились в результате опытов по скрещиванию в медицинских лабораториях. Сильные грызуны размером с собаку сломали клетки и ушли в канализацию. Согласно другим источникам, крысы-переростки – результат экспериментов в радиолабораториях, где на обычных пасюках проверяли воздействие сильного излучения. Очень хорошо, что они не дают поколение. Их поколения могли бы быть жизнестойкими и очень мощными, и вот тогда бы они были крайне опасны, потому что даже эти крысы грызли кабель, они перегрызали не бронированный, но обычный кабель, и вредили связи, и иногда вызывали пожары, сами погибая, замкнув на себя энергию. Официальное привержение, которое дала пресс-служба метрополитена, народ не успокоило. Метро-крыса до сих пор остается страшным сном москвичей. Мало кто знает, что в 1995 году на русский язык перевели дебютный роман Джеймса Херберта «Крысы». И оказалось, что серия статей в центральной прессе была похожа на его очень вольное изложение. Там говорили, что там какие-то люди вылезли, типа снежных людей. А потом пошли крысы такого размера, в метро якобы бегают. Все это, в общем, выдумки. Если есть там человек, который не относится к человеку, то это нормальный бомж. Если он прошел жизнь и всю школу, то он может и с дубиной выйти, и с чем хотите. Но кое в чем, эксперты сходятся. Нужна общая карта подземного мира столицы. Правда, больше половины объектов под грифом «совершенно секретно». Они остаются стратегическими и представляют государственную тайну. Рассекречивание подземных карт напрямую связано с угрозой терроризма. А если на секунду представить, что полная схема московских коллекторов попала бы в руки экстремистов, Москва бы точно ушла под землю. Так что эта тайна пока останется тайной. А мы либо можем верить рассказам диггеров, либо делать вид, что жизни под нашими ногами не существует.